Ава-Мария, Ава-Мария, праздник, сегодня у нас праздник, который мы привыкли, 23 февраля, и Ава-Мария всем мужчинам, которые здесь, в этом зале. Ава-Мария, международному коралловому клубу, который объединил нас всех. Ава-Мария, той высокой миссии международного кораллового клуба, дать населению образование, как оздоравливаться, научить население, как не уходить. Ава-Мария, очень скромному человеку, который сидит среди вас очень скромно, Мария Маслова. Это ее команда, когда поет Ава-Мария, думает все время о ней. Собрались, и то, чем мы будем заниматься с вами, полтора-два часа, для многих будет впервые. Поднимите, пожалуйста, руку, кто первый раз пришел. Спасибо большое по аплодисменту. Пожалуйста, приятного аплодисмента, которая может изменить их жизнь. Конечно, те, кто много раз уже слышал, многое видел, те, кто уже многие годы работают с нами и сами, и оздоравливают себя, они уже знают очень много. Но все равно я постараюсь сделать так, чтобы для них было интересно. Но сегодня, в принципе, я хочу, чтобы те, кто первый раз пришел, вот первый раз вообще никогда ни о чем не слышали, чтобы они стали нашими друзьями. Чтобы те, кто их пригласил сюда, чтобы они поверили в то, что люди хотят им добра и здоровья. И сегодня мы будем говорить от имени Кораллового клуба. Но не о самом Коралловом клубе, хотя это совершенно уникальное сообщество людей. И, как правильно сказала мой большой друг Людочка, это сообщество людей, которое несет оздоровительную миссию. Сегодня мы будем говорить не о людях, я во всяком случае, а сегодня я буду говорить о здоровье. О здоровье каждого из вас лично и о том, что вы лично для себя сможете сделать, чтобы быть здоровыми. К сожалению, у нас не учат, как быть здоровыми в стране. И проработавши очень долгое время врачом, я врач ургентной специальности, то есть очень многие годы работала врачом скорой помощи. Это практически ургентная медицина. И ко мне люди попадают, как правило, за 5 минут до смерти, за 10 минут, за полчаса, за час. И мы делаем все. Клянусь вам, мы делаем все, чтобы они жили. И мы можем спасти много людей, врачей 2 миллиона, и все борются за жизнь каждого отдельно взятого человека. Но когда человек как бы возвращается назад или не уходит на тот свет, дальше наступает следующее. А что он дальше сделал? Почему он попал на этот стол? Почему? Почему он вызвал скорую? Почему ему плохо? Почему он может умереть? Что он делал неправильно? И здесь в голову приходят совершенно другие мысли. То есть эти мысли касаются того, не как вылечить больного, а как сделать так, чтобы он в второй раз к нам не попал. И чем больше я работаю врачом, тем больше мне кажется, что все-таки профилактика, профилактическая медицина, это даже не столько лечение или санаторно-курортное лечение или отдых, хотя это тоже нужно, сколько все-таки обучение. Потому что если человек знает, что делать для того, чтобы не болеть, он это делает. Если он не знает, то ему врач говорит, извините, поздно, вы не делали этого, 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 этого. И вот в результате того, что вы этого не делали, вы сюда попали. И если вы будете это делать, вот что это, мы с вами будем сегодня говорить. То в принципе вы должны быть здоровы, вы должны быть радостны, вы должны быть счастливы. Вы можете быть радостны, счастливы и здоровы, но только все надо делать правильно. Это очень важно, потому что я вам скажу такую вещь, нет никаких панацеи в мире. То есть нету. Нету ни одного метода в медицине, диагностического или лечебного. Нету ни одного способа, ни одной таблетки, которая могла бы вылечить всех людей или каждого отдельно взятого человека от чего-то. Это невозможно даже теоретически. Очень много хороших лекарств, очень много разных средств, но они не играют большой роль в продолжительности жизни. Вот представьте себе ситуацию. У нас в стране умирает ежегодно полтора миллиона человек. Полтора миллиона. Представляете себе цифру? И рождается всего полмиллиона. То есть у нас идет естественная убыль, слово такое, естественная убыль населения. И если так все будет продолжаться, то через 10, 15, 30 лет нам уже как бы и восстанавливать-то будет, и обучать-то будет уже поздно. Потому что генофонд российской нации, россиян, это люди всех национальностей. Он будет уже немножечко меньше, чем нам бы хотелось. Все в порядке на востоке. Полтора миллиарда, миллиард триста миллионов Китай. Миллиард Индия. То есть у них все нормально. Тяжелейшие условия. А живут люди долго и меньше болеют. И все у них нормально. То есть почему? На каком-то этапе мы перевели медицину из профилактической в лечебную. Вот, например, в Китае 2000 лет было эраконфуцианство. И там врач, проживая на какой-то определенной территории, получал какую-то плату от людей, которые хотят быть здоровыми. Они еще не больны. И врач обязан был их учить, как сделать так, чтобы не заболеть. Как только человек заболевал, врач на свои деньги его лечил. 2000 лет. И за 2000 лет сформировалось четкое понятие, что лечиться очень трудно. Очень просто все это предотвратить. Вот наша с вами задача. Моя, как учителя. Ваша, как человека, как каждого человека, несущего ответственность за свое здоровье. Делать правильные вещи. Статистика достаточно серьезная вещь. И я сегодня вам расскажу, что диагноз это еще не приговор. И Всемирная организация здравоохранения говорит, что 70% диагноза в мире ставится неправильно. Вообще неправильно. А значит 70% больных в мире, не только у нас в стране, это везде, лечатся неправильно. Почему так говорят? Потому что не учитывая причин заболеваний, и вообще не видя причин заболеваний, невозможно лечить следствие. Вот по мировой статистике, мы пойдем сегодня не от препаратов, мы пойдем сегодня вообще от причин. Первая причина. Например, каждый четвертый человек в мире умрет от сердечно-сосудистой катастрофы. Когда я говорю в мире, ну вы так спокойно себе реагируете. Ну нормально, каждый человек в мире умрет, да? А когда я скажу, каждый из нас с вами, которые сидят здесь в зале. Потому что мировая статистика это одно и то же. Умрет от сердечно-сосудистой патологии. Потому что статистика, она везде одинаковая. Как вам это понравится? Никак. В том-то и дело. Это никак не может понравиться. Я вам сейчас объясню, что такое инфаркт, и как сделать так, чтобы его не было. И у меня появится надежда, что мы эту статистику хотя бы внутри сообщества изменим. Потому что не может человек, который получил информацию о том, как делать правильно, делать потом все неправильно. И я в этом убеждаюсь постоянно. Мне подходят люди, с которыми я пять лет назад разговариваю. Вы знаете, я был инвалидом первой группы, я сейчас абсолютно здоров. Вы знаете, у меня ребенок умирал. Он сейчас абсолютно здоров, там занимается спортом и радуется. То есть я ничего не делала особенного. Я начала только делать все правильно. Итак, начнем с самого сложного. Начнем. Я вам покажу, что заболевание и причина заболевания – это совершенно разные вещи. Да? Итак. Что такое здоровая кровь? Здоровая кровь – это очень хорошая жидкость, наша душа, по сути дела, которая двигается по нашему телу. И что такое здоровое сердце? Здоровое сердце – это маленький моторчик, который стучит всю нашу жизнь и перекачивает эту здоровую кровь. Что может случиться с этим сердцем? Мы можем расстроиться, мы можем понервничать, мы можем каким-то образом простудиться, чтобы получилось осложнение на сердце. Но сердце тут ни при чем. Оно работает всю жизнь как великий дружинник. И только в том случае, если к нему подходит вот такая кровь вместо хорошей крови, вы запомнили разницу? Нас отможно, Олег? Да нет. Я бы свет предлагала выключить. Я на реке. Здоровая человек. Вот обратите внимание, вот это здоровая кровь. Если вы поймете причину, вы поймете, что делать. Следующее. А вот это вот больная кровь. Вы разницу видите? Вот если первая кровь пойдет в сердце, человек будет жить. Если вторая кровь пойдет в сердце, человек умрет. Причем он умрет, совершенно так сказать, может быть среди полного здоровья. Скушал что-то не то, понервничал. Какие-то возникли ситуации, которые он не может изменить. И в результате человек умирает. Причем тут сердце? Сердце не знает, какая к нему кровь подойдет. Миллионы людей в нашей стране, тем, кому за 50, страдает ишемическая болезнь у сердца. И все обвиняют сердце. Все его лечат таблетками. Все пытаются каким-то образом изменить его сосуды, расширить, сузить. Все пытаются каким-то образом понизить давление, повысить давление. Или что-то как-то его отрегулировать. Все пытаются замедлить ритм дыхания, или наоборот его ускорить. То есть все пытаются обезболивать. Болит голова? Надо принять таблетку, чтобы она не болела. Болит нога? Надо принять таблетку, чтобы она не болела. То есть природа настолько мудрая, что она все симптомы, которые у нас появляются, Выносит на первый план только для того, чтобы сказать Милый мой, ты неправильно живешь Ты неправильно кушаешь Ты неправильно двигаешься Ты недостаточно двигаешься Ты неправильно употребляешь воду Или ты вообще ее не употребляешь Ты неправильно копаешь То есть наша боль, наша болезнь Любой диагноз дан нам как проявление того, что мы что-то делаем неправильно Люди приходят и говорят Олег Алексеевич, скажите, пожалуйста, что делать? Я кушаю жирное и не переношу Вот не переношу, у меня сразу начинает болеть печень Что делать? Какой мне таблетку съесть, чтобы кушать жирное, а печень не болела? Я говорю, так печень по домой болезни, что вы жирное не переносите Вероятно, надо убрать жирное Человек говорит, а как же я буду без жирного? Очень просто, сначала проверить, нет ли у вас лямблей в печени А потом будем говорить, перенесет ли ваша печень жирная То есть вы чувствуете, куда я иду? Я иду к тому, что ваше заболевание, это не то, что надо лечить Ваше заболевание это вам награда за то, что вы что-то делаете неправильно Есть вот такой холестерин А это по сути дела еда, это молочный холестерин Попадет в сердце, сердце остановится даже не задумываясь Потому что диаметр этого холестерина многократно более диаметра эритроцита А в сердечный сосуд может проскочить один отдельно взятый эритроцит И при чем тут сердце, и при чем тут сосуды И при чем тут таблетки вообще, которые человек пьет горстями Вообще ни при чем И при чем тут тот аспирин, который делает вид, что разжижает кровь На самом деле ее не разжижая Потому что если чисто по русскому языку воды не добавить, ничего не разжижится Может перейти в другое состояние Она получится на 4 часа, а потом вернется назад Дальше Вот там сверху тромб, который образовался в сердце Это уже человек умер Мы достаем этот тромб, мы смотрим Сердце-то как новенькое А кровь, которая пришла в конкретную данную минуту, она свернулась А почему свернулась? Мы об этом никогда не думали Инсульт, инфаркт в сердце, он практически приводит к смерти Но тысячи миллионов людей могли бы этого избежать Тромб Это те же свернутые эритроциты Холестерин Сгущение крови Причина Недостаток воды Одна единственная причина В сосудах нет воды Если, например, я как врач вам скажу Что когда мы видим человека в тяжелом состоянии Вы видели кино? Все время с капельницами движутся Если успели капельницу обрезинить, человек жив Не успели, человек умер Почему? Да потому что единственное средство, которое можно спасти человека Это вода внутривенна Литр, полтора, два Она чуть-чуть сладенькая Чуть-чуть солененькая Чтобы не разбавить Чтобы не сделать дистиллированные электролиты, да? Она чуть-чуть с минералами Чуть-чуть с витаминами И все И если мы успели эту воду добавить прямо в сосуды Человек будет жить А сколько он будет жить? Может быть, три дня Может быть, неделю Может быть, месяц Может быть, вернется сразу туда же Как ему выпишут из больницы Почему? Да потому что, не изменивши причину Он будет идти по той же дороге Если мы хотим жить долго Мы хотим жить долго с вами? Конечно Значит, мы должны понять законы природы Не законы постановки диагноза Не законы работы врачей Даже если у вас самый лучший врач в мире вас курирует Это не значит, что он вас спасет У врачей продолжительность жизни гораздо ниже, чем в целом У населения Мы чаще видим старых пьяниц, чем старых врачей Врачи очень тяжело болеют и очень быстро умирают Так в чем же причина? А причина в том, что мы практически отучились пить чистую воду Вообще отучились Человек — это биологическое существо Попробуйте попугая напоить какао Или компотом, или пепсиколой Попробуйте кошку напоить какао Или собаку Она пойдет, попьет воду из лужи То есть мы нарушили основной закон жизни То есть мы его нарушили не просто потому, что мы нарушители Мелкие и крупные, и средние Мы нарушили его по одной простой причине По причине своего незнания Когда-то на каком-то пути, лет может быть 50 назад приблизительно Когда появилась первая газировка за 3 копейки И мы начали пить вместо простой воды Чай, компот, какао, ароматизированный чай, кофе, минеральную воду Мы начали пить какие-то вещи, которые никакого отношения не имеют к нашему организму Которые закисляют, его разрушают, сворачиваются кровь Вы все, наверное, хорошие хозяйки, все делаете шашлык дома-то иногда Вот точно казахстанская делегация, они нас так шашлыком напоили, что мы ели, накормили, что мы ели, отбились, бешбармаком И они точно знают Уксус добавить, жир свернулся И чтобы потом отмыть кастрюлю, в которой варился бешбармак Надо очень много соды Для того, чтобы этот жир растворить Так в нашем организме то же самое Один к одному Как только кровь закислилась, а она в норме щелочная Так жир весь и свернулся Начал друг другу прилипать, оседать на стенке сосудов Вот вам и получилось Самое распространенное заболевание вега Атеросклероз Я начала с самого серьезного Я могу вас научить, как лечить насморк Как лечить там пятый палец правой ноги Или по нолице, или выпадение там Каждого третьего волоса Но от этого ничего не случится с человеком Но если я вам покажу дорогу, как Не получить сосудистую катастрофу То вы должны запомнить эту информацию Потому что это важно Половина процентов заболеваний в мире идет от обезвоживания организма Что такое изжога? Повышенная соляная кислота Да не бывает повышенной соляной кислоты Какой-то ненормальный организм будет выделять повышенную соляную кислоту Кислота это процент на 100 грамм Пониженное количество воды Головная боль Интоксикация Повышенное давление Сгущенная вязкая кровь Запоры Нехватка цитальной воды в организме Варикозное расширение вен Густая кровь не может подняться наверх Сухой кашель Жидкости мало Мокрота не разжижается Катаракта Высыхание хрусталика Сухая кожа Дерматиты, экземы Недостаточное промывание внутренних средств И вывод токсинов наружу Выпадение волос Интоксикация Пятки трескаются А что они трескаются? Да две причины, господи Грибок и воды не хватает С витаминами Иначе бы они не трескались То есть куда бы мы ни копнули Везде вода, вода, вода То есть мы совершенно прекратили это делать Вода это уникально Это живая кровь планеты практически Которая несет энергию, информацию И которая попадая в наш организм Все нормализует Мы с Людочкой были на конференции Акватех Это мировой конгресс по воде И профессор Зеем читал совершенно удивительную лекцию И когда лекция закончилась Я встала и задала вопрос Говорю, пять лет назад Когда вы выпустили свою первую книгу Вы изменили мое сознание Кристаллом воды И обратилась к публике Поднимите пожалуйста руку, врачи И там было всего несколько врачей Среди огромной аудитории Были все, кто эту воду Не знаю, чистит Поставляет, бутылирует И тогда было огромное сообщество людей Но среди них вообще не было врачей Потому что если вы скажете Своему лечащему врачу Или, я не знаю, знакомому врачу Что главное средство, которым надо Оздоравливать людей Это вода И если вы эту информацию Дадите неподготовленное Я не уверена, что вам поверят И какую надо иметь силу пробивную Какой надо иметь интеллект Какую надо иметь энергию И какую энергию имеют наши дистрибьюторы Консультанты Которые пять лет Доказывают всему бывшему СНГ Что первое это вода Стресс, попей водички Головная боль, попей водички Кишечник плохо работает Попей водички Семь бед, один ответ Диабет, закисление Попей водички Да, я не сами пью Первый признак диабета Это жажда То есть мы можем выставлять Хоть тридцать три диагноза Приходит человек и говорит У меня запоры Головные боли Кожа плохая Катаракта Быстро развивающаяся И сжога Камни в печени Камни в почках Затруднения работы Перестальтики кишечника Диагноз Какой у меня доктор? А диагноз один Воды не хватает Каждый день человек Выделяет полтора литра мочи Каждый день Но это значит Что через него Должно пройти полтора литра Чистой воды Если через него Проходит полтора литра Кампота Или пепсиколы Или еще каких-нибудь жидкостей То мочи не получится нормальной Она будет токсическая В ней будут образовываться Камни и так далее И так далее Почки будут разрушаться Будут разрушаться Выделительные системы организма Поэтому нам не диагнозы Себе надо ставить Кучами А нам надо выбрать Правильную дорогу Которая ведет к здоровью И первый шаг Это вода Нет других шагов Это вода Надо начать Месяц Полтора Два Употреблять Литр чистой воды Единственное Что воду не надо пить Перед едой И после еды Воду надо пить Натоща С утра И между В промежутках между едой Потому что когда в желудок Поступает еда И там не нужна вода Там уже должна быть вода Подумайте внутри себя Все Я даже не буду просить вас Поднимать руки Кто пьет чай большими чашками? Есть такие? Наверняка Кто вынужден запивать Во время еды? Киваем головой Можете не понимать Я вижу Кто гевает То есть 80% людей Запивает во время еды Пьют чай Достаточно большими игрушками Почему? Потому что они обезвожены Если у нас во рту сухость Бывает сухость во рту? Конечно Это третья степень обезвоживания Это уже разрушаются клетки Поджелудочной железы Это пить надо было уже позавчера Потому что клетки уже Умирают 2% потери воды На 20% снижен интеллект Снижена память Снижена Мыслительная способность Снижена реакция Если раньше Лет 100 назад Люди пили только воду Ну может быть квас и брак Больше ничего наверное не было В те времена То сейчас вообще воду не пьют Поднимите руку Кто выпивает в день Полтора литра воды по норме Чистой воды Мало? Обратите Давай консультанты коралла клуба Вы где? Две руки поднимаете Если человек не выпивает Свой литр жидкости У него практически не остается Шансов быть здоровым Все равно где-то Произойдет распределение Мы вам сейчас покажем Небольшой фильм Про воду Мы не будем показывать его вес Мы его немножечко там Призармозим Но вы должны посмотреть Что такое вода Потому что Это основа жизни на земле И если вы эту основу Начнете ценить Уважать и любить То ваш организм Сам встанет На пути исцеления Про воду много очень можно рассказывать Лучше один раз показать 15 лет назад Японские ученые обнаружили тип воды О существовании которого Даже не подогревали Выяснилось что У новорожденных младенцев И детенышей животных Клетки содержат Совершенно особую воду Если посмотреть ее структур Под микроскопом При увеличении В 20 тысяч раз Нужно увидеть форму снежинки Эта вода Получила название Квастер Если человек Ест такую воду То она оказывает Мощное Оздоровствующее воздействие Выводит токсины из клеток И останавливает процесс старения Молекулы ДНК Содержат именно такую воду Организм беременной женщины Активно работает На структурирование воды Которая приводит Ко многим перестройкам В организме Это одна из причин Почему воды омолаживают Вода Казалось бы Такое привычное вещество О котором известно все На последние открытия Полностью перевернули Прежние представления Об этом веществе Современные ученые Приходят к выводу Что вода Проявляет себя Как живая субстанция Нет на земле народа У которого вода Не упоминалась бы Как начало Всего живого Все без исключения Легенды и муны Все древние книги Описывающие Возникновение вселенной Упоминают именно воду Как колыбей И источник жизни Это же подтверждает Современная наука И источник жизни Миллиарды лет тому назад В холодном газопылевом облаке Из которого образовалась земля Уже содержалась вода В виде леденов Пыль Это подтверждают Исследования вселенной Академик Вернадский Писал Нет такого соединения Которое могло сравниться С водой По влиянию Одных основных Самых грандиозных Геологических процессов Нет земного вещества Минерала Горные породы Живого тела Которые бы ее не включали И так не странно Можно сразу сказать Что космос Почему-то выжил Именно воду В качестве основы Профессор Зенин Это член Нашего кораллового клуба Это как раз Ваша новосибирская структура Это удивительные Уникальные ученые Установили, что вода Это соединение Знакомое нам Как H2O В 20 веке Интерес ученых В воде Значительно вырос Сейчас уже открыто Около 155 Разновидностей воды И около 200 Разновидностей льда Вода Это самое распространенное Вещество на Земле Пусть она Прекает Суслера И даже сам человек Сустремляет Парагоган На 80 Сустремляет Процент Из воды И Тем не менее Вода Можно сказать Что очень Очень безученное Вещество Только вода Встречается В земных условиях Во всех трех состояниях Твердым Жидким И газообразным При этом Большинство Из своих свойств Не вписывается В общие физические Принципы Именно Аномальность У своих свойств Вода Всегда привлекала Ученых Но только На выходе 21 Века Главная Тайна воды Была Разгадана Оказалось Что вода Состоит из Супермолекул Так называемых Кластеров Или ячеек То есть Обладает Особой Молекулярной Структурой Эта структура Молекулярной Эта структура Молекулярной Позволяет 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 Войдет Войдет В себя Хранить И объединиться С окружающей Средой Данными Которые Несет Свет Мысль Музыка Молитва Или Простое Слово Подвиду Тому Как Каждая Живая Клетка Хранит В себе Сведения Обо Всем Организме Каждая Ячейка Воды Способна Хранить В себе Информацию О всей Нашей Планетарной Системе Уникальная Структура Воды Осталась Совсем Ниндально Понятно Она Осталась Присутствовать В совершенно Неожиданном Для нас Состоянии Которое Мы Обрали Состояние Которое Нимали на себя информацию Запоминали Отражали То есть Она состоит Из ячеек Каждая Из которых И создается Вот такой Минемальный Компьютер И вот На этом Биокомпьютере Мы с вами Все и построим А если так То человек Состоящий Как известно В основном Из воды Представляет С собой Программированную Систему Любые Мышные Факторы В том числе Общение Людей Друг с другом Меняют Структуру И геохимический Состав Житых Сред Организмов Это происходит В макеточном Уровне Программируется Даже сама Молекула ДНК Вплоть до Которого Ее Разрушения Многие Преколагают Что Дистанционно Можно управлять Состоянием Воды И таким образом Влиять На проведение Человека На состояние Его Эхимических Процессов Ну Я считаю На хорошем Клиническом Ужене Людей Ужен Дистанционно Водействие Вот таких Экссоциаций На состояние Водной Среды Это оказалось Не сказкой Это действительно Так В лаборатории Станислава День Проводились опыты Когда После информационного Водействия Экстрасенсы На воду С любого Расстояния Специально Помещенные В нее Интузори Были парализованы При этом Контрольная Вода Поставалась Для них Абсолютно Безуенно Значит Такая вещь Как заговор На воду И приворот Не суеверие А реальность Судебница Мы это Проверяли Напрямую Прежде всего Не поставил Проблему Управления Состоянием Человеческого Организма Через Республиционную Систему Водных Средствиях Но это Самое Правильное Чем быстрее Наше Науза Обратить На этом Больше Внимание Любовь На Наше Обратить Состояние Состояние Если Сjaz Прождая Наше Водных Наше Если Сво Водных конкретного человека, то и в его поединении бездорожье тоже будут происходить изменения. Энтима объясняются некоторые тайны черной магии, когда производились манипуляции с жидкостями человеческого организма, лимфой, кровью, слюной. Несколько лет назад в исследовательских центрах штата Джорджия, США, были получены интересные данные о воде. Известно, что каждая клетка человека окружена молекулами воды. Если это клетка больного вода, то независимо от вида заболевания, она окружена так называемой неструктурированной водой. Клетка здорового органа окружена структурированной водой. Обычно организм сам занимается структурированием воды на клеточном уровне, на что уходит большое количество энергии. Но эта энергия экономится, если организм потребляет чистую структурированную воду. Современный человек отмыт и в простую чистую воду. Ее занималили патсикола, лимонад и пиво. Но организм все равно превращает эти жидкости в воду и тратит при этом огромное количество энергии. Германские исследователи из университета Нюрнберг-Харланга считают, что питье простой воды не только помогает избежать болезней и почек, но и укрепляет телесные и духовные способности человека. Более того, потребление простой воды улучшает человеческую память. Ведь известно, что мозг на 90% состоит из воды. Именно вода несет информацию, распространяется по всему нашему телу. Это тоже вода, то есть определенный образ инструкцированная вода, которая несет информацию всем органам, к чему телу. И поэтому получилось и так, что мы можем влиять на воду своей мыслью, своим звуком, своими словами, которые как мы говорили. Можно просить воду исцелить вас от какой-либо болезни, очистить ваш организм от шлака, кости от отложения солей, наполнить органы и ткани необходимым количеством глади. Конечно, чтобы программировать воду, надо знать процессы, которые происходят в вашем организме и те процессы, которые должны происходить в нем при идеальном здоровье. Секрет программирования заключается в том, что задается не какое-то промежуточное состояние, а конечная цель, результат. Из-за этого будущая медицина. Мы не бережем воду, всячески загрязняем ее. Прошлите времена, когда вода из ред и водоемов была пригодна для питья без дополнительной обработки. Сегодня это просто опасно. Даже вода из водопровода, несмотря на всю усложняющуюся очистку, малопригодна для питья. Деятельность человека привела к тому, что в 80% случаев причиной инфекционных заболеваний считается вода. К сожалению, мы слишком часто небрежно относимся к тому, что природа дает нам дар. Общее загрязнение энергоинформационной среды также способно менять ее структуру и влиять на нашу жизнь. Есть мнение среди ученых, что многие штормы, ураганы, наводнения, реакция воды на общее загрязнение энергоинформационной среды. Так вода возвращает нам вложенную в нее информацию. В определенном смысле действия океана в фантастическом романе Станислава Лема Солярис уже перестают быть фантастикой. Но способность вода сама очищать свою память, обремененную человеческими мыслями и поступками. Память воды стирается, если воду сначала испарить, а потом скандинсировать, или если ее заморозить, а потом оттарить. Выяснилось, что талая вода оказывает стимулирующее действие на все виды организмов. Японский ученый доктор Эмото Масару замораживал капельки воды и затем изучал их под сильным микроскопом, имеющим встроенную потокальку. Его работа наглядно продемонстрировала различия в молекулярной структуре воды при ее взаимодействии с окружающей средой. Этот метод дал возможность показать, каким образом энергетические вибрации человека, мысли, слова, идеи и музыка воздействуют на ее молекулярную структуру. Профессор Масару, который опубликовал очень интересный разный метод улучшение снижения к разной форме, после того, как вода, Эминдомораген прослушала Мозерта, или Хоберта, или Бетховена, и везде получаются свои формы, это еще один пример того, что да, различные факторы, которые влияют на состояние воды, они меняют ее структуру. Это символизм, что кристаллизация происходит из другой точки правой территории, если будет поражаться научно. Это нормальная явление, которая, ну, как бы, приятно подтвердила вот ту шифру, которую мы сделали для воды в 1995 году. Эминд Масару обнаружил много удивительных различий в кристаллической структуре воды, взятой из различных источников нашей планеты. Загрязненная вода имела нарушенную и случайным образом сформированную структуру воды. Вода из горных потоков и ключей была прекрасно сформирована геометрически. Далее ученый решил посмотреть, какой эффект оказывает музыка на структуру воды. Он поставил дистиллированную воду между двух колонок на несколько часов и потом сфотографировал ее после замораживания. Что самое интересное, было написано на японском языке. Представляете? Как они поняли, что это народный танец. И в данном случае структуру воды с водой. Спасибо по-японски. Такая же процедура была проделана в соревнованиях умерших людей. Затем вода была заморожена и сфотографирована. Эти фотографии доказывают невероятное изменение воды как живут субстанции, преодолевшие на каждую нашу эмоцию и мысль. Совершенно ясно, что вода легко меняется в подводе и вибрации и энергии в окружающей среде, независимо от того, загрязненная это или чистая среда. Новейшая история человечества, связанная с научно-техническим прогрессом, демонстрирует, что пренебрежение в обращении с природой не остается без ответа с ее стороны. Только за годы прошедшего века человечество умудрилось настолько ухудшить экологическую обстановку, что сегодня правомерным становится вопрос о возможности выживания человечества на Земле. Удивительная общительность и миротворность воды с одной стороны и ее буйство и грозная воинственность с другой ставят ее в разряд особых явлений, обладающих как огромной созидающей, так и разрушающей силой. Когда вы не лещали или не едите, думайте о хорошем. Потому что много раз выживали абсолютно наказанную память, когда вы хорошим мыслите, то выступила той жуткостью, которую вы потеряете, она под эти мысли подстраивается. Не надо ничего пить с плохими духами, вам будет от этого хуже. То есть такое воздействие, оно реально, и когда вы говорите о духовности, то духовно образованный человек, да, он всегда это помнит. Вода проявляет себя как, возможно, мыслящая субстанция, которая обновляется информацией со всей Вселенной, и у нее есть очень важное сообщение для человечества. Она предлагает нам загонуть поближе в нас самих. И когда мы посмотрим в себя через зеркало воды, сообщения удивительным образом срояются и заставят нас о многом задуматься, многое переосмыслить. И лишь тогда начнется духовное возрождение. Рано или поздно вода вернет нам то, что мы положили в ее память. Нет такого вещества во Вселенной, которое могло бы заменить это удивительное соединение под названием вода. Я много могла бы рассказывать, но пока вы своими глазами видите эту снежинку. На конкретно, когда Зенин читал доклад по воде, он нам показал два уникальных слайда, они тоже у меня есть. Мне мои институтеры подарили, подарили большой атлас Зенина, это вообще нечто. И там не только были снежинки. Представьте себе ситуацию. Настойка ромашки. Настойка. Что такое настойка? Это спирта немножечко и трава ромашки. Имеют точную фотографию на кристалле, как ромашка. Даже серединка желтенькая. То есть фотография снежинки воды с настойкой ромашки, точная копия ромашки. Портрет. Фотография укропной воды, укропной настойки, точная портрет зонтика укропа. То есть, в принципе, капля нашей внутриклеточной воды, это наша фотография. Туда так далеко никто не ходил. Но вода это уникальная структура. И если мы пьем каждый день полтора литра, мы все равно выпиваем полтора литра жидкости. Я не зря спросила, поднимите руки, кто воды выпивает. Да никто воды не выпивает, кроме консультантов, которые уже, так сказать, на подкорке знают, что это надо делать. Все пьют чай, компот, какао, пиво, там и так далее, и так далее, и так далее. Так, откуда у нас в клетках будет энергия? Какая у нас будет информация? Если вода хлорирована, если она грязная, если она тысячу раз проходила отстойники, проходила грязные трубы, я думаю, в Новосибирске тоже с трубом, как в Нижнем Новгороде, приблизительно, у нас 700 лет, у вас 100 лет, какая разница, да? То есть вода, она несет всю информацию негатива. Все заговоры всегда делались на воду. И вот у нас сидел экстрасенс на Академии здоровья, она заплакала под конец, она говорит, я думала, что навести порчу, это от слова вести, а теперь я поняла, что это от слова водить, наводить на воде. То есть мы программируем нашу воду. Так первое, с чего мы должны начать, оздоровление каждого себя, лично, детей, взрослых, там, бабушек, дедушек, я не знаю, попугаев, кошек, собачек, это чистая вода. Меня спрашивают, а можно при гипертонии пить литр чая, литр воды? Я говорю, захлебнетесь, не надо. При гипертонии нельзя вообще пить чай, нельзя пить кофе, нельзя пить кислую минералку с углекислотой, которая кроме пузырьков газа ничего в организме не дает. Почему ее газируют? Спросите, да потому что она грязная. Могли бы просто минерализовать и не газировать. Специально газируют, потому что кислота убивает бактерии. Какие бактерии она убьет в первую очередь? Да наших с вами. Кишечники, те, которые вырабатывают у нас иммунитет. Если человек здоров, он может позволить себе чай, компот, какао, может, но это должно быть натуральное. Это должно быть натуральное кофе, натуральный чай, а не краска из-под чая, от которой чайник не отмоешь. А вот если человек уже болен, я очень люблю выражение, что здоровых людей нет, есть не тщательно обследованные. Поэтому, логически, каждый из нас с вами должен употреблять только воду. Вопрос, какую воду взять из крови, употреблять? Ну, сейчас идет передача «Помоги себе сам». Видели, диктор говорит, я вам скажу секрет, две недели надо пить воду. Возьмите чистой воды и говорит только, где взять. Мало чистой воды. И когда много лет назад, уже теперь, может быть, пять, нам впервые предложили порошок с японских островов, который структурирует воду, делает ее отрицательно заряженной, то есть энергичной, живой водой. Сказку, помните, про царевну? Она омыла раны царевича мертвой водой, кислой, и раны зажили. Антибактериальные свойства налицо. А потом напоила его живой водой, щелочной, царевичожей. Мы точно так же с вами пьем кислую воду из-под крана или из каких-то других источников. А японцы пьют щелочную воду. И когда определили, а где дольше всего люди живут, сначала в горах там и так далее, и так далее, а потом определили, что есть в океане остров затерянный, Окинава, где деревьев-то как следует нет, цунами, землетрясения, ну то есть центр японского архипелага, там же тяжелейшие условия, в общем-то. И там живут люди до 100 лет. И при этом не болеют, при этом у них нет ни диабета, ни рака, при этом они радуются, танцуют и передают друг другу легенду, по которой Окинава спасет весь мир. А стоят они на Аталовых островах, на белых коралловых рифах. Из двух с половиной тысячи кораллов единственный лечебный коралл. Мы не знаем, как работает эта вода досконально, хотя ученые сейчас исследуют. И здесь у вас в Новосибирске проводились опыты по изучению, вот Татьяночка их как бы инициировала. И в Москве проводятся, и Люда инициировала опыты по изучению, в самой лаборатории Зенина. Мы только еще подходим к тому глубоким механизмам работы коралловой воды. Но здесь находятся ощелачивающие минералы. Это основа нашей с вами жизни. Если у нас организм закисляется, он умирает быстрее, чем кровь становится кислой. Всю свою жизнь человек должен пить чистую, щелочную воду. К сожалению, в природе все воды либо нейтральные, либо кислые. И только хорошие минеральные воды, вот знаете, там и синдуки, и боржоми есть определенные. А вспомните, лет 20-30 назад вы ездили туда, месяц попьете, год себя чувствуете хорошо. Год после месячного санатория. Было такое? Было. А сейчас та вода, которую мы пьем из-под крана, в смысле из, ну из-под крана, которую называют минеральная. Я знаю, как ее готовят, эту минеральную воду. Ничего подобного не происходит, потому что щелочные минералы могут быть только природные. Они могут только быть в катионной форме. Запомните вот одну такую вещь, что никогда в организм человека не проникнет и не усвоится то, что не было либо растением, либо животным. Вот это вот очень важно, да? Мы могли бы пососать гвоздь, и у нас бы железо восстановилось. Мы могли бы скушать ложку глины, и у нас бы кремния было достаточно, который участвует в противораковой защите. Мы могли бы цинковую пластину в род взять, и у нас бы цинк восстановился. Ничего подобного. Пока железо не побывает в крапиве, или в папоротнике, или там в каком-нибудь, да, другом растении, мы его не усваиваем. Пока кремний не побывает в папоротнике, или в той же крапиве, японцы папоротники едят с ночи до утра. Мы крапивой лечились. То есть народ все это знал уже когда-то. В тихомуте черти водятся, с вилами на воде писано, с лица не воду пить. Что это такое? Это информационно-волновые свойства воды. Коралловая вода – это совершенно уникальная вещь. Совершенно уникальная вещь. Она позволяет любую воду из-под крана, из источника, сделать живой, щелочной и биологически доступной. И в организме все потихонечку начинает вставать на свои места. Очищается кровь. Очищается моча. Очищается лимфа. Дальше очищается легкие. Очищается кожа. Разжижаются жидкие среды. Снижается кислотность желудочного сока до нормы, если она сгущена. Восстанавливается хрусталик. Восстанавливается работа сосудов. Сердце становится легче, потому что перекачивать желе по сосудам категорически сложно. То есть сердце не справляется иногда. Возникает одышка, возникает сердечная. Вы придете, вам скажут, у вас сердечная недостаточность. Что такое сердечная недостаточность? Вы человек добрый, вы любите всех, природу, себя. А какая недостаточность? Недостаточность воды в организме. Вот это вот очень-очень важно. Не бывает сердечной недостаточности. В этом смысле слова. Бывает недостаточность жидкой влаги, которая обеспечивает сердцу безперебоидную четкую работу. Итак, первая ступень к здоровью. Если вы хотите сдвинуться и пойти в сторону долгой жизни, в сторону омоложения, в сторону активной работы, в сторону повышения энергетики, в сторону активного долголетия, долголетия, но активного, это надо начинать с этого. Не важно, какой у вас диагноз. У вас могут быть все диагнозы мира или ни одного. Просто потому, что надо. Куда мы должны идти дальше? А дальше меня все спрашивают, а какие минералы лучше пить? А какие витамины лучше пить? А что дальше делать? Вот если я спрашиваю своих клиентов, а что вы даете ребенку? Человек говорит, что витамины и минералы. А я говорю, вы проверяли наличие у него в организме вирусов, грибков, бактерий, паразитов? Нет, не проверяли. А зачем? А я говорю, ну как зачем? Если вы будете, например, остриц кормить витаминами и минералами, они вместо там 40 дней будут жить, 80. Если вы асколиду накормите полезными веществами, она будет жить вместо полтора года, 3 года. То есть сначала надо определить, почему мы дальше болеем. А дальше идет совершенно четкая параллель. Мы живем в мире не одни. У нас есть четкие друзья, сожители, вредители и так далее. Их называют параллельные миры. Это мир вирусов, это мир бактерий, это мир грибков и это мир паразитов. То есть, это, скажем так, не мы одни на планете. И мы не имеем права претендовать. Всех убьем, останемся одни. Потому что бактерии бывают полезные. Они обеспечивают наш иммунитет, они обеспечивают нашу жизнь. Мы красиво говорим, у нас пища переваривается. Что значит переваривается? Она у нас прогнивает, если уж быть до конца точными, при помощи бактерий, тех, которые живут в нашем кишечнике. А если мы будем пить хлорированную воду и антибиотики, первое, кого мы убьем, это этих полезных бактерий. И прекратится переваривание пищи. У человека болит печень, например. А на самом деле попал вирус. Гепатита B. Или гепатита А, болезнь Боткина. Или сейчас уже есть С и Д гепатит. Дальше. У человека слеп. А у него цветомегаловирус в глазу. И окулисты смотрят и понять не могут. А почему ослеп? А они не вирусологи. Дальше. У человека высыпало простуду на губах. Поехали в Египет и говорят. Покупался на море, раз простуда высыпало. Да ничего организм не может высыпать. Вирус герпеса, если он попал, он программу свою оставляет надолго. И как только человек, как он говорит, позагорал, а на самом деле облучился, ультрафиолетовые лучи раскладывают воду, образуются свободные радикалы, которые уничтожают иммунитет. И вирус выходит на свободу и начинает уничтожать ткани и органы организма. Герпес уничтожает нервные ткани. И иммунитет борется и пытается его в виде простуды убрать наружу. То есть мы не губы должны мазать, а мы за иммунитет должны бороться. Вот он, вирус герпеса, обратите внимание. Красавица, это инопланетная цивилизация. Кто-то говорит, а у меня волосы выпадают, ногти выпадают, слоятся, дробятся, и вот мажет свою голову до скончания века. Бесполезно. Грибы, молочница. Роздается дети, он еще не успел ничего сказать. А у него уже, так сказать, кандида. Потому что у мамы была кандида. А маму никто не предупреждал, что перед тем, как рожать или зачать ребенка, она должна избавиться от параллельного мира, от грибов. Грибы – это высшая цивилизация. То есть мы специально, так сказать, их производим для того, чтобы пользоваться продуктами их труда. Мы производим дрожжи, мы производим хлебные, пекарные, пивные дрожжи и так далее, и так далее. Даем этим дрожжам муку, они говорят, фу. Мы даем им масло, они говорят, ну ладно. Мы даем им теплое молоко. Они говорят, мы даем им сахар, они говорят, хорошо. И начинают расти, размножаться, оживают. Что мы делаем? Мы печем булочку, съедаем ее. Дрожжи вместе с этим поступают внутрь, да и дают булочку. А потом кого они, думаю, будут кушать? Как вы думаете, в трех раз догадаетесь? Ну, конечно, нас. А кого же еще? Когда выясняли, кто в России дольше всех живет, оказалось, ну, в бывшем советском языке, оказалось армянею. Все так удивились. Да почему? А Прибалты меньше всего, на последнем месте, по продолжительности жизни. А тортики, кто был в Риге, еще 20 лет назад были супер. А армяне едят хлеб недрожжевой. Это называется технология народа в борьбе за жизнь. Если бы они там в тарахеле тортики, как в Риге, они бы жили приблизительно столько, сколько в Риге. Так вот вопрос. Все, наверное, слышали, что не очень полезно горячее тесто, да? Поднимите руку, кто не любит пироги. Одна-две руки, да? Все остальные любят. Все правильно. Так за это и платим, господа. Дальше. Кандида. Каждый пятый житель планеты страдает кандидозом. А проявляется кандида, как хотите, у одного волосы. Выпали у другого, шкурка попортилась, у третьего ногти. Искореживались у четвертого ангина, у пятого ванхи, у шестого гастрит, у седьмого мочевой пузырь расстроился. И мы лечим антибиотиками до бесконечности, а они являются лучшим кормом для кандиды. Один антибиотик, и кандида просто спасибо говорит, и счастлива, и размножается на всей территории. Нельзя ни в коем случае химическими продуктами пытаться гасить жизнь параллельного мира дальше. Откуда что берется? Бананы с дырочками. Причем мы говорим, а я не люблю зеленые бананы. Чувствуете логика какая? Я говорю, люблю желтые. А грибки тоже не любят зеленые бананы. Они тоже любят желтые. Кто из нас умнее все-таки? Мы или грибки? Ну давайте с ними бороться за желтые бананы. Съедим их, и пусть они у нас внутри размножаются. То же самое. Мне очень нравится. Я говорю, вы себя любите? Люблю. Сильно любите. А вы обожаю. Я говорю, вот такой простой пример. Едет человек с юга, и везет, и вдруг персики продают. Супер. Берешь в целый ящик персиков, привозишь домой, в Хабаровск, например, да? Утром выходишь на балкон, два персика сгнили. Какой персик будете есть? Это был персик. А. Тот, который чуть-чуть подпортился. Ну потому что те, которые лежат, они пролежат еще долго. На следующий день выходите, снова два персика подпортятся. А. И так целый день, каждый день по два персика портятся. В итоге вы сидите ящик гнилых персиков. Вопрос, насколько мы любим себя, и насколько... Хлеб. Ну ладно, не будет про Хабаровск. Хлеб. Если вы купили свежайший, и вчерашний. Как вы вперед съедите? Вчерашний. Так вы всю жизнь будете есть вчерашний хлеб. Потому что он никогда не кончается, и все время прибавляется новый. Это к вопросу о том, как мы себя любим. Все, что испортилось, это грибок его любит. Это не просто испортилось. Его съели. Обратите внимание, вот это живая кровь наших дистрибьюторов. Викторов снимал в Киеве. Совершенно уникальный доктор-стоматолог, который так увлекся темнопольной диагностикой, что сейчас он практически... Обратите внимание. Кандида в полный рост. Обратите внимание, все дергается. Вот это вот все грибки. Вот они все. Полная псимия. Вот эритроцит, который практически съеден. Если у человека такая кровь, бесполезно ему лечить печень, почки, макушку, хвостик, пальчик там. И все будет болеть. Бактерии. Еще одна история. Ангина с детства, ревматизм на всю жизнь. Фурумпул с детства, рожистое воспаление, эндокардит на всю оставшуюся жизнь. Где больше всего бактерий? Клавиатура. На втором месте. Дальше. Фильтр. Все говорят, а я через фильтр воду пропускаю. Я говорю, сколько пропустили? Уже, говорит, 800 литров. Я говорю, а где бактерии, которые были в воде? С трех раз догадайтесь. В фильтре сидят. А что они там делают? Размножаются. Ага. Вот так, да? Дальше. Губка, которой моем посуду. Как часто меняем губку? Более трех дней нельзя мыть. Миллиарды бактерий. На одном миллиметре. И сразу попадают в рот. Если в маме садитесь, попадают на кожу. А здесь сразу в рот, прямиком. Тарелки потому что. Дальше. Стафилокок золотистый. Красавец. Дальше. Пневмония, вызванная стафилококком. А вы как будто забываем. Мы, говорит, мы лечим пневмонию. Да мы не пневмонию лечим. Мы стафилокок пытаемся убить. Потому что ничего вылечить невозможно. Либо убьем, либо не убьем дальше. Вон кровь как съели. Какое может быть здоровье, когда у человека кровь съели? Но у вас есть темнобольный микроскоп в Новотебедске? Да, конечно. Каждый может проверить. Даже несколько. Каждый может проверить свою кровь. Люди приходят, удивляются. А что это у нас прыгает? А что это у нас бегает? Вот параллельный мир прыгает и бегает. Дальше. Следующий класс. Паразиты. Я долго не буду рассказывать про паразитов, потому что есть кассеты. Вы привезли диски. Пожалуйста, информируйте, чтобы не шокировать уважаемую публику. Я когда показала паразитов в крови на конференции в Сочи, там было 350 докторов и кандидатов медицинских наук. Я говорю, ну вы что? Вы приличный врач. Ну не бывает в крови паразитов. Я говорю, ну мы же специально для вас отсняли. Даже движущиеся файлы. Вот специально. Они говорят, ну не бывает же. Кровь же стерильна. Я говорю, да я тоже знаю. 20 лет назад вы нам точно говорили, что кровь стерильна. Кровь не стерильна. Просто мы не можем из нее ничего высеть. Она защищается. Она кишмя-кишит. Грибками, вирусами, бактериями и плюс еще паразитами. Потому что 30% паразитов имеет гемоформу. Простая аскорида, которая попадает в наш организм, красавица, 40 сантиметров длиной, попадает в желудок, через желудок выходит в лимфоузел печени, прогрызает его по кровеносному сосуду, выходит в легкое. Полтора месяца там живет, в легком, прямо в лимфоузле. Прогрызает его, разрушает. В этот момент ребенок кашляет. Он откашливает, она либо глотает, либо выплевывает. Выплюнулась, ковиде не повезло. Проглотил, ей повезло. Она дальше превращается в зрелый особь и съедает каждый день 40 миллилитров крови. У нас в мире, в мире, и в Новосибирске в том числе, 40% людей страдают анемией. 40%. И все лечат кровь. Пьют железо, кушают яблоки, сырую печень, которую в принципе нельзя кушать. Только смертники едят сырую печень. Потому что печень это самое гиблое место у животного. Там все его болезни, все его химикаты находятся. Гранатовый сок пьют. Да не поможет это. Если живет вот такой вот один друг, то он съедает 40 миллилитров каждый день. И так всю свою жизнь остаточную. Вот блесты в крови, обратите внимание. Вот это ни с чем нельзя перепутать. Это кровь наших дистрибьюторов. Потому что никакой другой крови у нас нет. Вся кровь у нас, которая, это кровь наших дистрибьюторов. Да. Вот он лейкоцит. Обратите внимание. Мы нам покажем на конференции движущиеся файлы. Патрулируют, то есть они пытаются его инактивировать. Ничего не получается дальше. Вот, например, блест в крови. Вот это вот пятнышко, вот если вы здесь присмотритесь, это таксокара. Вот в глазу то есть. Человек ослепнет. Ему удалят глаз по поводу рака. 40% рака глаза это не рак, а таксокароз. Это уже доказано. Это есть сведения в интернете. Вы можете посмотреть на слово таксокара. А что это такое таксокара? Собачья аскорида. Удивительная история. Все глисты размножаются в нашем организме и выделяют яйца. Она не размножается. Мы ей не нравимся. Вот у собак она размножается, а мы нет. И поэтому из нас как минимум 20% страдают таксокарозом. Но так как никогда не заметят в испоршнениях яйца таксокар, то... О, длинненький такой. Мы не будем вам показывать фильмы. У нас целая огромная база. Вы можете диск себе купить, если захотите. Там несколько фильмов про паразитов. То есть, чтобы не шокировать вас, потому что... А потом еще придется к психоаналитику идти, спрашивать, что можно кушать, что нет. Мы просто вам говорим, что исследования несовершенны. Они на 90% бесполезны. И какой же выход? А выход один. Два раза в год регулярно принимать нечто такое, чего паразиты не любят. Вот индусы, они кушают свои специи, и у них паразиты не водятся. Потому что они бы умерли от паразитозов. Они воду не кипятят. Мы раньше кушали семечки там. И иногда пижму, полынь. Каждого ребенка заставляли. Вспомните себя в детстве, да? Бабушка не отстанет, пока пижму, полынь не напоит, да? То есть, практически есть вещи, уникальные вещи, которые, так сказать, являются золотой сокровищницей. Листь черного ореха. Грецкий орех определенной формы. 100% воздействие на паразитов. Причем веселая история, он не убивает, он выгоняет их. Они его не любят. Просто. Кора муравьиного дерева. Представляете, муравьинное дерево приспособилось. Растет где-то в Мексике тысячи лет. И приспособилось настолько, что никто на нем не живет. Ни вирусы, ни бактерии, ни грибки. А муравьи за это его облюбовали. Потому что его выделение безвредно для муравьинной цивилизации. И дерево дружит с муравьями. Муравьи разрывают землю, а дерево защищает его от всех вирусов. Так когда мы пьем это дерево, эту кору, у нас точно так же происходит санация. Уходят вирусы, уходят бактерии, уходят грибки. Причем они не умирают, потому что это не антибиотик. В этом смысле слова. А это препарат, который способствует избавлению безопасным путем. Это растительный, он безопасен для нашей клетки. Но мы пошли с вами совершенно по другому пути. Один антибиотик, второй, третий, пятый, десятый. Потом противогрибковый препарат. И так у ребенка вируса мы его лечим ампицелином. Вызываем тяжелейший дисбактериоз, кандиндоз. И потом мы его лечим от бронхиальной астмы. А потом мы его можем либо потерять, либо он попадает уже к врачам скорой помощи. И знаете, что мы делаем ему? Мы ему капаем соду внутривенно. Хотя тут же раньше это делали. Соду внутривенно, щелочной раствор, чтобы она отхаркнула эту жидкость. Я ни на одного ребенка не беру на оздоравливание до тех пор, пока он не пройдет противопаразитарную программу. Это бессмысленно. Просто бессмысленно. Если у ребенка острицы, лямблия, бисторхи, он может съесть все лекарства мира, и ничего не произойдет. Два раза в год антипаразитарная программа. Листь черного ореха, чеснок, самый обычный, в капсулах, чтобы печень не нервировать. Кора муравьиного дерева, ферменты. Мы имеем в себе возможность это позволить. У нас нет натуральных противоглистных препаратов в аптеке, только химия. Итак, второй путь попытаться избавиться. Третий шаг. Что мы кушаем? Я не буду долго сейчас считать, что мы кушаем, я просто вам скажу. Мало того, что мы кушаем неправильно, мы себя отравляем. Причем серьезно отравляем. И отравляем веществами, которые никогда в нашем организме не переварятся. Это формальдегиды. Селедку придумали. Вспомните те бочки с селедкой, которые быстро портились. Где вы видели малосольную селедку, которая хранится полгода? В супермаркете. Почему она хранится полгода? Совершенно удивительная вещь. Совершенно удивительная вещь. 239-я добавка. Походное горючее. Или твердое топливо мы называемого. Оно не очень опасно для организма, но кушать его не рекомендуем. Так что сделали промышленники? Они добавили в малосольную селедку 239-ю добавочку. И плюс налили уксус. Всего лишь. И эта добавочка перешла в формальдегид. Это вещество первого класса опасности. Канцероген первого класса. То есть 90% малосольной селедки. Смотрите на упаковке. Написано Е239. Чувствуете? Они не наливали туда формальдегида. Он сам получился. Потому что химию никто не отменял и никогда не отменил. И в результате мы кушаем токсическую селедку. Мы кушаем 621 глутамат натрия. Осложнением которого является болезнь Альцгеймера. Старческая слабоумие. Кто из нас хочет окончить свою жизнь в псевдоме? Со старческим слабоумием. Забывать выключать за собой свет, газ и все остальное. Прямой путь. Лапша-доширак. Бульоны Галина Бланка. Соус Краснодарья. Чипсы. Самый прямой путь. Сначала сердцебеление, тошнода с мудром китайского ресторана. А потом болезнь Альцгеймера. И никто вам не поможет. И никогда вы не поймете, почему с ума сошли. Да потому что 621 добавка это опасная вещь. Но ее не уберут никогда. Потому что она называется усилителем вкуса. Вот нормальные макароны ребенок не будет кушать. А доширак он с удовольствием с утра до ночи уплетает. У меня сыну 22 года. Он обожает доширак. А пудель терпеть не может. То есть пудель. Ну что, сделать вид, что умнее, что ли? Не знаю на самом деле. То есть мы об этом ничего не знаем. Мы не знаем о том, как действуют тысяча едобавок. Ароматизатор натурального вкуса. Подсластитель идентичный натуральному. Усилитель вкуса каррагенан в мясе и так далее, и так далее. Злокачественные пищевые добавки. 103, 105, 121, 123, 125, 126, 130. Вызывающие желудочно-кишечные заболевания, аллергены, вызывающие болезни печени и почек. Они находятся не где-то на Луне. Они находятся в кексах, в майонезе. Они находятся во всей продукции, которую вы употребляете в супермаркетах. Обратите внимание, гипермаркеты, супермаркеты. Заходишь туда и просто все хранится вечно. Да не бывает вечных продуктов. Продукты нормальные. Хранятся от 3 до 6 дней. Либо они сильно соленые, сильно сладкие. И то, и другое вредно. Посолите огурец и посмотрите, что будет. Вся вода уйдет. Точно так же. Съешьте его, и вся вода из организма уйдет. В зависимости от того, сколько вы едите этого соленого огурца, сколько вы едите этого сладкого варенья, еще и ферменты уничтожите. Основу жизни. Я не буду вас учить сегодня, как питаться. Потому что это не тема пяти минут. Мы 7 дней об этом говорим. И на академиях, и везде. Есть книги, есть очень много литературы. Наша цель с вами сегодня, хотя бы возбудить у вас интерес к тому, как долго жить. И вселить в вас уверенность, что долго жить возможно. Это абсолютно точно. И мы знаем, как это сделать. И мы знаем, как год от года выглядеть лучше. И мы знаем, как наши пенсионеры сбрасывают 10-15 лет. И как Сталина Величко, лидер Казахстана, говорит, старой больной я уже была. И сейчас быть хочу молодой и здоровой. И мы знаем, что большинство наших дистрибьюторов, 50% это люди за 50. А 10% из них люди за 70. Которые ведут совершенно активный, нормальный образ жизни. Мы точно знаем, что надо делать. Альберт Зер об этом задумался раньше, чем мы. И сказал, что организм надо чистить. Одним махом по бивахам. Есть хорошая русская пословица. Если уж в организме паразиты, если уж мы неправильно питаемся, Если уж нам не хватает бактерий, если уж нам не хватает ферментов, так все это можно сделать одновременно. И разработал свою уникальную программу Калавада Плюс. Это программа, которой нет аналогов в мире. Которая за 14 дней избавляет человека от паразитов. Восстанавливает его бактерии, минералы, витамины. Которая мягко чистит его. Выводит из организма при помощи саргента токсические вещества. И делает очень много полезных эффектов. Она классическая. Я голоданием занимаюсь уже более 20 лет. То есть я заканчивала курсы по голоданию. Не я, а мои клиенты. То есть их тысячи уже. И я точно знаю, что все шишки мы уже набили. А все шишки, самая главная шишка, мощнейшая. Ни в одной очистительной программе до сих пор не было паразитарной линии. Не имеет права человек голодать, если он не знает, есть ли у него паразиты. Знать это невозможно. Принципиальное заявление. Знать, есть ли у вас паразиты, невозможно. Вот не сдавали на токсокары, значит не можете сказать, что у вас их нет. Они никогда себя не проявят. Не высунутся. Ручкой не помашут. Они будут тихо сидеть. И поедать ваш организм. Поэтому не били никогда ничего изгоняющего. Кто его знает? Что там внутри находится за закрытой дверью? Никто не знает. Трехэтапная, классическая, паразитарная обработка. Шесть видов склобительных. Ферменты, бактерии, сорбенты. И восстановление полное после голодания четырехдневного. Под прикрытием сорбента. Рецепт китайских императоров белой глины Каолин. Я как врач, который занимается именно голоданием, без этой программы на голодание вообще не беру людей. Потому что если он войдет в голодание, у него глисты, или лямбли, или аписторхи, или... Они его съедят. Потому что они голодать с нами не хотят. Они не подписывали с нами никаких договоров. Поднимите руку, кто проходил Калаваду. О! Слушайте, товарищи, вас больше, чем тех, кто пьет воду. Вот интересно. Я так сходу не определю, кто из вас проходил Академию, кто нет. Будете отчитываться. Надо пить. Надо пить воду обязательно. У меня в Свердловске на презентации сидел грузин. Я не поняла сразу. На первом ряду вот так вот. Я не поняла, что он по-русски не понимает. Он так очень плохо. И потом подходит и на плохом русском языке говорит. Спросил мне какой-то вопрос. Я говорю, ну, вы же по-русски-то понимаете? Он говорит, плохо. Я говорю, что ж вы поняли? Он говорит, все поняла. Я говорю, что поняли? Говорит, ешь вода, пей вода. Я говорю, если вы это хотя бы поняли, то я отработала вообще не зря. Потому что, когда я работаю в Казахстане, я спрашиваю по-русски, понимаете? Потому что я тут вам рассказываю, а вы так сказать, все говорят, все понимаем. Так ведь рука не машешь, и все понимаем. Дальше. Итак, Калавада это не похудательная программа. Это мощнейшая паразитарная очистка с восстановлением ритма. А что дальше? У вас сразу вопрос. Ну, вот я прочистился, начал пить воду, перестал кушать токсические продукты, а дальше что? А дальше начинается совершенно веселая история. А дальше наш организм нуждается лишь в нескольких вещах. Кислород, вода, витамины, минералы и питательные вещества, аминокислоты и белки. То есть дальше можно, пожалуйста, витамины, пожалуйста, натуральная продукция, пожалуйста, минералы, пожалуйста, белковая продукция. И если в организме достаточно воды, достаточно ферментов и нет паразитов, то это все пойдет только во благо. И самое главное, что у человека должно быть нормальное, а это нормальное может быть только при первых условиях, отсутствие токсической еды, присутствие чистой воды, отсутствие паразитов, у него должен быть хороший иммунитет. Иммунитет, иммунитет это лейкоцит. Вот если бы я сейчас читала перед врачами про иммунитет, я бы сказала, есть 5 уровней иммунитета, клеточный, общий и так далее. Мы так и читаем друг перед другом. 5 уровней иммунитета, да нет никаких 5 уровней. Есть единственный лейкоцит, который курсирует по всему организму. Он то в клетку пойдет, то в кровь зайдет, то в ткань уйдет, то к носу приблизится. Лейкоцит встречает эритроциты, говорит, слушай, ты внизу был, был, а вверху был. Говорят, какой-то человек есть, ты не встречал? Он говорит, нет, значит в раке. Он не знает ничего про то, что там у нас происходит. Ему нужна натуральная вода, ему нужна четкая натуральная биологическая пища, ему нужна энергия, он светится. Обратите внимание, когда лейкоцит атакует раковую клетку, он практически выдвигает щупальца, он ее протыкает, он ее грабит по сути дела, он забирает у нее энергию. Мы на Академии очень часто показывали фильм, к сожалению, у нас нет возможности по времени сейчас показать. У нас есть уникальный фильм, где на ваших изумленных глазах лейкоцит разрывает в пух и прах раковую клетку. А что сделать, чтобы заставить его бегать? Вопрос. Напугать его прививкой? Да он не боится ничего, он умрет и все. Напугать его каким-то веществом химическим? Или пнуть его, чтобы он сильнее бегал? Да он не слушается. Это четкое одноклеточное существо, которое имеет свой разум и интеллект. Обратите внимание, как работает макрофаг. Это практически, как не знаю, как медуза ее можно назвать, маленькая, да? У нее хвостик, который придает ей направление движения. Вот в руках у него золотистый стафилококк, который он протащит через мебран и съест. И вместо пневмонии у человека просто прыщи на лице будут. Потому что гной уйдет через какие-то другие места. И чтобы вот этот вот лейкоцит хорошо жил, он должен. Сказку русскую помните? Напоследок. Баба ИГ говорит Иван Царевич. Иван Царевич, перекрой мне крышу. А Иван Царевич говорит, бабка, ты что, с ума сошла? Ты сначала добро молодца. Водой напои. В ключевой. В баньке попай. Очистка. Накорни. Дай отдохнуть. А потом и дело спрашивает. Русские сказки – это алгоритм здоровой жизни. Кашпировский сейчас все бросил и занимается расшифровкой русских сказок. Ему уже не интересно то, что он умел. Ему интересно, как человечество закодировало законы жизни. А законы жизни должны были человеку предаваться с детства. С молоком матери, с молозивом, которого нас лишили. А у нас есть молозиво. Три часа корова отдает полный иммунитет своему ребенку. И мать должна была, мы с вами должны были за три часа после родов отдать нашим детям информацию о том, кто они, что они, как защищаться в этом мире. А к стране кто-то сказал, принести ребенка на третьи сутки. И мы с вами, во всяком случае, мое поколение, получили на третьи сутки. А ребенок полгода тренировался. Он сосал палец в утробе матери, чтобы ничего не перепутать. Он хотел получить молозиво вместе с той информацией, кто он и как он будет защищаться в этом мире. А получил в результате искусственное молоко. Потому что неправильно введенное в режим. Молочная железа теряет все на входе и на выходе. То есть мы не знаем закон жизни. Сейчас детей вообще не паят водой. Запретили. Всякие новомодные течения. Нет никаких оздоровительных средств, кроме природных. И быть не может. Мы должны жить по природе. Мы должны смотреть, что мы утеряли в естественной медицине. Мы должны возвращаться к тем истокам, которые уже были когда-то. У меня бабушка была очень хорошая женщина. И когда я к ней приезжала в деревню еще маленькой девочкой, я говорю, мам, бабушка, у меня живот болит. Она говорит, попей водички, ляг, поспи. Я говорю, да ну. У меня колено болит. Она говорит, попей водички, ляг, поспи. Я говорю, голова болит. А у нее на все был один отец. Попей водички, ляг, поспи. Я говорю, слушай, ну ты почему такая глупая? Мне мама сразу дает цитрамон, аспирин. Там ногу мажет йодом. А сейчас я думаю, боже мой. Как она была права. Если, ребят, 30 лет назад услышала, услышала, что попей водички, ляг, поспи и все пройдет. Но какой водички? Нельзя пить ту водичку, которая течет у нас под кранами. Итак. Самое главное в жизни. Это иммунитет, который нас защитит. Мы не можем убить всех вирусов и бактерий. Вы убили герпес, зашли в трамвай, на вас чихнули. И снова тот же самый герпес. То есть мы можем только восстановить свой иммунитет. А что значит восстановить? Напоить, накормить и дать ему нормально, активно функционировать. Вот это наша задача с вами. У нас нет задачи искать диагнозы. Приклеивать их друг к другу на лоб. У тебя гастрит, у тебя простатит, у тебя бронхит. Можно всю спину увешать диагнозами. Сейчас у одного нормального человека, среднестатистического, 8 хронических заболеваний, включая геморрой, сколиоз и перхоть. Судя по рекламе. Мы не в ту сторону зайдем. Как врач с 25-летним стажем, у меня 30 лет общего медицинского стажа, который я занимаюсь сначала спасением людей, а теперь обучением. Я вам могу точно сказать, я к этому пришла не сразу, что главное в жизни делать все правильно. И тогда потом не придется воду внутривенно, катетер в нос, кровь очищать через мембрану, цеплять искусственную почку, искусственную печень, сажать искусственное сердце. Надо правильно питаться. Надо не кушать отравляющих веществ. Надо пить только чистую воду. Иногда чай-компот из сухофруктов, которые вы сами засушили. Плюс натуральный кофе чуть-чуть, и можно чашечку чая, как китайцы, маленькую чашечку чая. Зеленого, пожалуйста, любого, хоть черного. Надо попытаться договориться и выгнать из себя параллельный мир. Он быстро вас покинет, если вы ему создадите щелочные условия, он там не живет в них. Очистится пару раз в год. И дальше живите, радуйтесь, любите, творите. Что хотите, делайте. Рисуйте, читайте, пишите стихи, растите детей. Не знаю, Новосибирск свой благоустраивайте, наукой занимайтесь. Помешать может только одно – невежество и лень. Все остальное, даже сегодня, за эти полтора часа, они пролетели как одна минута. Мы вам попытались сказать. Я вам желаю успеха, здоровья. Я вам желаю здоровья вашим детям и родственникам. Я желаю вам счастья на вашей прекрасной сибирской земле. Я хочу, чтобы вы были богатыми. У нас есть такие возможности. Я хочу, чтобы вы никогда не болели. Я хочу, чтобы в этом коллективе, который у вас был,